Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но в любом случае мы приспособимся, я в этом нисколько не сомневаюсь, потому что мы все взаимозависимы. Но повторяю, мы все-таки уверены в том, что мы справимся с любым развитием событий. На поддержке отдельных отраслей экономики, даже крупных компаний, по выкупу, скажем, этих долговых обязательств, мы видим ставку сегодняшнего на ФРС на это тоже влияние на это. Как она обновится после выборов, какие там будут тенденции. Сегодня мы их видим. Вот говорили, например, о поддержке со стороны ФРС, поддержке отдельных отраслей экономики, даже крупных компаний, по выкупу, скажем, их долговых обязательств. Мы видим ставку сегодняшнего на ФРС на это тоже, ведь влияние администрации на это тоже надо обратить внимание. Мы видим возможности и стремление перевести часть производства из Азии на территорию Соединенных Штатов. Мы, кстати говоря, в рабочем порядке анализируем. Мы берем любое решение американского народа, мы будем работать с любой администрацией. Надеюсь, что решения будут очень движены. Мы у вас очень чувствуем. Ну и, кстати говоря, значительная часть нашей работы сегодня, она есть и минусы, скажем, в работе со Штатами. У нас действующая администрация 46 раз вводила новые санкции в отношении России и наших юридических лиц и экономических операторов. 46 раз такого еще никогда не было. Но в то же время на 30% за последний год, за предыдущий год вырос товарооборот, как ни странно, несмотря на эти ограничения. Мы достаточно эффективно вместе поработали над стабилизацией энергетических рынков. Мы достаточно эффективно вместе поработали над стабилизацией энергетических рынков. Я знаю, что и президент Трамп, мы просто лично ввели в трехсторонном плане с Карайом Саудовской Арайи, ввели переговоры по этому вопросу. Лично президент Трамп принял в этом активное и весьма эффективное участие. И таким образом, безусловно, поддержал своих нефтедобытчиков, поддержал отрасль, мы стабилизировали цены, нам удалось это сделать совместно. Это тоже, конечно, говорит о том, что в тех ситуациях, когда мы можем объединить усилия, мы действуем достаточно эффективно. И есть сферы деятельности, в том числе и в экономике, которые представляют общий интерес для всех наших стран. Продолжение следует...